Всем доброго времени суток, сейчас был большой запрос по поводу комбинации связок на атаку. Сейчас проходит событие Капитан Призрак, когда нужно нанести максимум урона. Я вам сегодня покажу, какие комбинации я использую на одном аккаунте, где я немножко доначу, ну это где-то меньше 5000 рублей в месяц, и на втором аккаунте, где донат полностью закрыт. Мы начинаем с того аккаунта, где я доначу, и здесь такая вот комбинация я подобрал сегодня. Во-первых, сегодня я прокачал корабль на 18 уровень, также без доната, то есть ускорение не покупал. Все ускорения я достаю с Капитана Призрака, с этого ивента за топ 1, 2, 3. Смотрите, значит, Клоун, который у всех есть, по сути, Уилл тоже у всех есть, и Корделия есть у тех, у кого покупка за 1 доллар, самая выгодная в игре, она сразу же выпадает, и ее прокачка выпадает. Либо, значит, она выпала вам при призыве, как на втором моем аккаунте вчера. Значит, вот, Месть Мертвецов идет до 11 декабря, я советую вам участвовать как можно больше, то есть раз в 3 часа проходит, здесь, к сожалению, по урону у меня 33 тысячи, потому что я отвлекся на второй аккаунт, я могу здесь гораздо больше, и я это сделаю, когда у меня будет достаточно компасов. Здесь фишка в том, что нужно иметь 4 компаса хотя бы, чтобы телепортироваться к 4 разным кораблям и нанести совокупный урон. И вот этот вот урон у меня, видите, один только компас, этот урон как раз-таки и считается здесь. Так что вот такая стратегия, вы сохраняете этот горн, который ускоряет ваш корабль, и 4 компаса. Так что сейчас я прокачал на 18 уровень, и я вам покажу, в основном у меня все остальное снаряжение на корабле 17 уровня, только единица у меня есть на 18. Так что вот, первая связка, Лестер, Уилл, Корделия. Я поставил Корделию, так как она прибавляет хорошо хп, это флагманский корабль, мы с вами смотрим. Так как призраки будут наносить урон, с каждым раундом их уровень сложности увеличивается, они сильнее-сильнее, больше хп, очень долго их пробивать, и гораздо сильнее их атак. Так что Корделия обязательно нужна на призраков, либо Ахаб. Но Ахаб, он не лечит, он просто щит ставит, который пробивается, и по сути у вас корабль умирает тоже гораздо быстрее, чем если бы Корделия стояла. Вот, так что такая комбинация Лестер, Уилл, Корделия. Советую вам качать героев до 50 уровня, чтобы активировать их навыки. На 50-м, на 30-м, на 40-м они активируются. Дальше вторая связка на стратегический урон, Гриффин. Сейчас посмотрим, почему я здесь поставил два героя на стратегический урон. Это вот, значит, кораблик, который бесплатно дается, для него он рассмотрен на втором аккаунте, который за Ивен дается. Здесь кораблик стоил, по-моему, 10 долларов, если не ошибаюсь, и вот его навыки. То есть он увеличивает атаку на 7%, он наносит на 7% больше урона всех типов. И вот это то, что нам нужно, как раз третий навык, это часть урона является стратегически. Четвертый откроется на следующем уровне корабля, я уже близко. Вот, видите, здесь написано, стратег наносит стратегический урон. Поэтому мы, исходя из типа корабля, подбираем героев. А потом уже, исходя из героев, мы подбираем снаряжение. И давайте рассмотрим. Вот этот герой, самое главное, составляется на стратегический урон. Здесь так и написано, стратег. И у него вот первый навык как раз, как здесь, стратегический урон. 240% от атаки у меня сейчас стоит. То есть осталось чуть-чуть прокачать его, и будет максимальный на 60-м уровне. Вот он, да, за донат пришлось там 10 долларов задонатить, чтобы докупить ракушки. И подписка вот эта, которая по одной дает в день. Также участвуйте в ивентах, там, в пиратской баталии вам за просмотр дадут. Второй герой вот этот вот, очень советую его тоже ставить на корабли адский Генри. Хотя он синий, но он здесь пока что имба. Вот, увеличенная атака у него, тоже качать его, стратить сразу до 50-го уровня. Это будет увеличенная атака. Атака у него основной, это именно то, что наносит также огромное количество стратегического урона. Это вот второй герой на том корабле. Вот здесь написано. Кстати, стратегический урон здесь называется как тактический урон. Синонимы здесь. Вот, и третий герой, это у него, он такой универсальный, он как бы урон от орудий увеличивает. То есть он, если у вас нет третьего героя на стратегический урон, а такого пока не было добавлено в эту игру, вот можете посмотреть, то он идеальный вариант. Остальные уже уроны, это затопление и горение. Как только добавить третьего героя на стратегический урон, эпического, синего, я поставлю и заменю. Так что пока вот этот вот наносит урон орудиями. Он как бы повышает, видите, урон от орудий увеличивает на 13%. Вот, пусть он тогда остается здесь пока что, с неимением замены. Но вот мы увеличили урон до очень хорошего показателя атаки до 14 тысяч. Это прям огромный скачок, потому что у меня атака была на предыдущем уровне корабля. То есть вчера была 11 тысяч чем-то, 11 тысяч 400, теперь 14 тысяч. Это, кстати, еще зарешала пушка 18 уровня, которую я уже поставил. Тоже очень важно вам начинать всегда, вот копить здесь сундучки же, вы знаете, в игре со снаряжением, вот. И вы в первую очередь ставьте, открывайте именно пушки. Так, конечно же, максимальная атака идет в первую очередь от пушек, а уже как повезет, остальные вот детали. Видите, и на парусе может быть атака. Вообще, в целом советы, вы должны подбирать элементы, чтобы везде была атака. По крайней мере, ставьте на пристриков, меняйте на всех кораблях. И она может быть и на руле тоже, как вот вы здесь можете видеть в процентах. Но стремитесь, пожалуйста, искать в абсолютных значениях цифры. Вот как здесь 14, 25 это пробитие, вот такая вот атака ищите. Идеально, когда вот так вот бывает атака, атака, два раза, как на пушке. Вот она как раз очень решает, она 20 уровня, 18 уровня. Вот здесь тоже, видите, 18 уровня атака больше 200 сразу. А лимит пушки для корабля 12 уровня, там 175. То есть здесь уже скачок большой в атаке идет. Вот, видите, 236 атак. И еще нижний объект для атаки есть. Это идеально сейчас пушка. Обязательно старайтесь, чтобы на ваших пушках было точно 2% атаки. И еще было бы круто, если был третий показатель, это процентная атака. Два в абсолютных, вот как здесь. И третий показатель атака в процентах еще, к этому количеству. Вот это вот прям им бабует. Ну, вот он, легендарный корабль, который я купил. Он стоит 100 долларов. Это, конечно же, не для всех покупка. Но у него здесь увеличение урона всех типов. Но он так классифицируется на убийственном уроне. Видите? Наносит убийственный урон. Поэтому здесь комбинацию нужно ставить. Вот это вот, видите, вот это вот шабаш. Шабаш, вот это вот. Вот это нужно ставить. У меня уже они есть, просто у меня нет полного сета. Так как корабль специализируется на убийственном уроне, мы заменяем потом все эти 4 части на убийственный урон. На вот эту вот могилку, которую под пушкой вы можете видеть. Пушка выделена. Просто у меня нет сейчас этих деталей. Мои планы такие. Заменить здесь 4 части, поставить все на убийственный урон. По поводу героев. Здесь также на данный момент у меня стоят герои на затопление. Это вот новый осьминог, который выпал. в прошлом видео, можете посмотреть, установил кого-то. Если у меня не будет этого полного сета, то я поставлю 2 на 2. То есть две части убийственного урона. Это пушка, скорее всего, да, пушка, так как корабль конфессируется на пушки. Пушка и еще какая-то часть, где большая атака. И две части на урон от затопления. Это такой осьминог, значок осьминога на снаряжении. Вот такие герои стоят. Атака тоже очень хороша. Я поднял, хотя здесь еще пока нету 18 уровня снаряжения. Вот эти вот, видите, она специализируется на затоплении. Он, к сожалению, специализируется на горении, но у меня есть герой, который также специализируется на затоплении. Это вот этот человек, бешеный пес. И мы его как-то сейчас качаем, максимально ждем его на 15, на 50 уровне. Уже я качнул на 40, чтобы навыки полностью прокачать. Пока я сильнее, он и стоит. Потом буду заменять. И у меня будет, обратить внимание, будет комбат. Три героя на затоплении. Так что must-have, это вот снаряжение будет обязательно минимум 2 штуки. Если у вас будет 4 штуки 18 уровня с атаками, то есть тоже сравнить, пожалуйста, показатели на снаряжении. И выбирайте атака. Атака, атака. Если у вас будет такая ситуация, все увидите, индивидуальная ситуация. Если у вас есть 2 части с хорошей атакой, ставьте их, и 2 части другого набора на урон от затопления тоже с атакой, ставьте их. Будет еще лучше, чем, например, 2 части с атакой и 2 части без атаки. Сейчас я буду заходить на другой аккаунт и вам покажу героев на аккаунте без доната. Давайте я вам сейчас покажу связку, к чему мы пришли на аккаунте, где я не могу делать донат. Здесь невозможно вообще никакой донат, так как разработчики, как я говорил в предыдущих видео, не подчинили привязку аккаунтов. Этот аккаунт был скачен именно со стороннего сайта АПК, так как во многих странах плеймаркет заблокирован. Даже есть в некоторых регионах России и не могут скачать игру. Я кидал им ссылку, где я качал последнюю версию. Также я могу эту ссылку оставить еще раз в комментариях, но вам достаточно зайти на предыдущее видео с призывом героев, и там это указано, с какого сайта я качал. Здесь что мы ставим на флагман? Когда у нас призрак, ставим достаточно хава, и остальных двух героев... Здесь просто у меня маленький выбор. То есть я поставил этих, которые вы уже знаете. флагманский корабль, он как бы универсальный, и там нету какого-то требования к нему. То есть нету у него каких-то характеристик. Это как вот пустышка такая, которую вы наполняете. Каркас такой. Поэтому сюда вы ставите любые комбинации, никак это на свойства корабля не влияет. Я поставил пока так, так как это комбинация дает максимальный урон. Я вам чуть позже покажу скриншот с сегодняшнего призрака. Сколько, значит, урона я нанес по сравнению с топовыми донатами? 35 тысяч. Я 17 уровень корабля, с плохим снаряжением, она даже полностью не прокачана, с героями полностью не прокачанными, мало звезд у меня. И в итоге я всегда у их топов забираю топ-3 100%. Вот видите, 50 тысяч топ-1, 47 топ-2 и 35 у меня. Вот эту связку мы сейчас с вами рассмотрели пока только один корабль. Сейчас мы посмотрим еще оставшиеся два. Вот это вот событие, то, что я вам говорю, корабль-призрак. То есть с каждой новой волной, новой периодичностью, эти корабли все сильнее и сильнее. И сейчас уже нужно... Я раньше как дело ставил? Я уходил из игры. Ну, закрывал, там на другой аккаунт переходил. Теперь так не получится. На том аккаунте еще они слабые, бьются легко, а здесь они уже очень сильные и они топят твой корабль. Вот так вот. То есть 35... 35 тысяч урона. Теперь нельзя... Не надо... Не советую покидать, когда вот у вас будет несколько таких событий, там, после недели-двух игры. Все. Вы следите, чтобы ваши корабли не были потоплены. Вот. Так что, это вот такая комбинация. Переходим сейчас к второму кораблю и к третьему кораблю. Здесь корабли все бесплатные, они у всех игроков будут. Первый дается эпический за прогресс в событии, а потом синий, он у вас изначально уже есть. Что я ставлю по комбинации, вы можете видеть, это урон от орудий и убийственный урон 2 на 2. Просто исходя из того, что у меня такие вещи есть. Герои подобраны так же. Там стоит герой, который наносит урон от орудий. Поэтому все-таки здесь связка есть. Дальше, значит, мы... Давайте рассмотрим с вами второй корабль. На втором корабле у меня стоит клоун, который у всех есть, Уилл и Нет. Они специфируются на... Их спецификация это урон, но причем клоун дает неплохую такую жизнь, 350 тысяч, неплохо корабля, который атакует. Было все подобрано таким образом. Вначале вы смотрите свойства корабля. Вот какой вообще алгоритм, да? Вот свойства, видите? Уличный так корабля. И вот урон от горения и затопления, который наносит корабль, увеличивается на 5% каждые 10 секунд. Вы смотрите, ага. Значит, мне нужна связка снаряжения на горение и затопление. И трех героев, там, два на горение, один на затопление, два на горение. Вот снаряжение, видите? То есть сейчас я здесь подкачаю то, что не успел. И вам покажу. Это не трогаем. Это деталь корабля 20 уровня. Она чуть-чуть другого цвета. Кстати, очень сложно. Там люди путаются, и, например, эти детали разбирают. Нужно как-то разработчикам здесь пометить, что деталь 20 уровня. Видите, цвет-то одинаковый. Нужно чуть-чуть другие оттенки сделать. Я так советую. И тогда никто не будет путаться. Вот этот второй корабль, видите, да? Урон от горения, это череп горящий. А затопление, как я вам говорил, осьминог такой торчит из воды. И вот это мне дает урон от затопления 8%, урон от горения 8%. Также я здесь подбирал, чтобы у меня, видите, в штурвале есть урон от орудий. Атака есть, самая главная атака. Вот, смотрите. Атака. Крит-урон еще хороший показатель. Вот крит, в общем, все с критом связано. И с атакой. Это вот корабль на моем втором аккаунте. Здесь они, конечно, заблокированы без доната. И в игре пока не планируется вводить легендарные корабли бесплатно за какое-то там событие, или как награда за что-то. Будет больше игроков, возможно, будет какое-то событие между королевств, между морями, и там будет как вариант, как у нас скины же разыгрываются. Вот сейчас добавили новые события, появились в океанах. И там будут скины. Вот такое ждем тоже. Фан плюс, они говорят, все в планах будет. Сейчас главное, еще бета-тест игры, и поэтому... Вот, то есть мы качаем до 50-го уровня и следим, чтобы все навыки были открыты и прокачаны. А потом я поставлю вот это вот. Я его подкачиваю. 33-й уровень пока что, он будет 50-й, я его заменю. Сейчас здесь стоят герои вот эти два на горение и затопление, как я вам говорил. И клоун такой на атаку. И вот третий кораблик, он такой простенький. У него просто повышается атака, там нет такого, что какой-то определенный тип урона. Я поэтому решился поставить стратегический урон. Во-первых, у меня хорошее снаряжение на него, там с атакой. Неплохо. Исходя из этого, дальше, исходя из того, что у меня 4 части именно есть. Вот, видите, он просто повышает атаку корабля. Он ничего здесь не дает такого, какого-то специфического типа урона. Бесплатный обычный кораблик. А какие я сюда поставил герои? Сейчас я вам покажу. Я исходил из того, что у меня опять остался вот синий герой, который я вам советовал на стратегический урон. И потом еще будут другие герои. Я советую вам действительно вот в этой игре каждый кораблик делать на стратегический урон. Он все-таки решает. Хотя бы что в один кораблик, потом будет у вас 4 корабля. Вот этот вот, который был тоже изначально бесплатный, он просто на защиту. То есть он ни о чем. Он на атаку вообще не подходит. Просто вот повышает прочность там защиты корабля и все. Так что от него советую вам избавляться. Вот. Так что у нас здесь стоит такой сет на стратегический урон. 4 части. Все было подобрано, исходя из этого подгероя Адский Генри, про который я вам советовал. Говорю, вот уже сейчас я его качну на 50 уровень. Дальше вот этот герой-убийца наносит убийственный урон. То есть здесь опять можно сделать 2 на 2. Когда у меня будет 18 уровень, это очень скоро, через 2 дня, я, скорее всего, буду делать 2 на 2. Я открываю пушки, как я вам говорил. 18-го, без разницы, как у вас 22-го, 25-го уровня. Там дальше будет прокачка. В первую очередь вы из сундучков открываете пушки. Я, кстати, очень советую эту луну. У меня ее нет на платном аккаунте, где я доначу. Она реально хорошая в нанесении урона. 2 звезды уже хорошо, а 3 вообще отлично. Поэтому, пожалуйста, луну стремитесь ее ставить. Она молодец. По урону прям браво. Браво, действительно. Вот у меня уже есть часть деталей, вы можете видеть. Она написана 20 тысяч. То есть она отличается только силой. Вот это чем плохо. Нужно, чтобы она еще и цветом отличалась. Такое предложение разработчикам. Я вам потом напишу там на форуме. Думаю, это будет хорошее нововведение. На форуме попрошу. Там есть выход к разработчикам. Пусть здорово. Вот этих вот вещей. Вы, кстати, когда уже перешли на корабль 12 уровня, все, вы больше эти сундуки не открываете. Вы их копите, чтобы как можно быстрее при переходе на 18 уровень. Это у вас будет через полторы-нятые активные игры. Чтобы вы сразу же уже экипировались. Моя ошибка была, что там, например, ой, надо было срочно, чтобы урон нанести. Нужно было качнуть на... Ну, выбрать такой-то деталь не хватало. И я взял и тот сундук, который дает деталь 18 уровня с мыслями. Ой, да это еще не скоро. И его открыл. Такое делать не надо. Вот здесь вы можете видеть, значит, что на нас нападают. Тем временем, и я здесь пишу, что мы... Вообще, какая ваша стратегия, тоже пригодится. Вы становитесь в гарнизон бастиона. Такой щит над вами появляется. В гарнизоне могут находиться 5 человек. Почему гарнизон? Туда нужно ставить самых топов ваших. У которых корабль 19, 20 уровня, у кого броня стоит. Кстати, пожалуйста, ставьте сет. Если у вас такая война, ставьте сет на флагман с защитой. Это парус, значок паруса. Четыре части вам дадут там 10 или 12% защиты кораблю. Ну и в целом там хорошие показатели броней, прочности. И вот такое вот вы ставьте, вас будет очень тяжело пробить. И ставьте снаряжение на броню, на все ваши 3 маленькие кораблика тоже. Поэтому в этой игре не советую удалять легендарное снаряжение. Только когда оно очень сильно устареет. Вот для прокачки, когда у вас 12 и 12 уровень, вы там хотите быстренько качнуть пушку, вливаете туда легендарку. Вот это вот делать не надо. Видите, какая разница. У вас должен быть сет всегда сохранен на такие вот бои. Если вы топовый игрок, который может хотя бы ходить в топ-10 альянса своего, выдержите, пожалуйста, сет на защиту из 4 частей паруса. Потому что у меня его нет, и меня довольно быстро выносят отсюда. Ну, понятно, 19 корабли быстро выносят. 14-15 нет. Все-таки я здесь грамотно развиваюсь. Вот так что так. То есть мы, получается... Кстати, по поводу атаки вражеских бастионов, вы должны как можно больше человек это делать, потому что если, допустим, 5 человек атакуют, там сразу же они в первую очередь бьют корабли в гарнизоне, что я вам говорю. А бастион-то, он пополняет свою жизнь. То есть вот вы били-ли-ли, там остается 3 шкала, 3 жизни из 5, 2, а потом бац, и снова 5 внезапно. А потому что не хватает урона, вам нужно в таких случаях 20 человек, чтобы было актива хотя бы 20. У нас в этом плане очень большие проблемы. То есть ночью там было 4 человека, им против нас было 16, и сейчас, по сути, у нас там 10. Их там, ну, 15. Поэтому вот при таком даже раскладе сейчас удается отбить бастионы, извините, что такая накладка получилась. Мы снимаем видео, здесь такая войнушка, но я как РС-4 обязан защищать и советовать игрокам, что нужно делать вообще. Потому что здесь я вижу, очень много есть, которые вообще не в курсе, как играть. Ну, как бы заходят, чтобы просто, знаете, торговлю ставить, да, вот как это фармвилла игра там, фермерская. А эта игра не про это. Это, в первую очередь, войнушка, как и Guns of Glory, как и Misty Continent. В первую очередь, это военная игра. И здесь будет потом КВК, все это военные, ну, там, СВС, как они называют, сервер против сервера. Все военные события. Еще отдельный момент, который хотелось бы уточнить, это моя рекомендация, кого качать из героев, которые будут у всех. Это вот это вот, Армстронг. Ее нужно ставить на флагман, когда у вас такая войнушка идет, когда вы против других игроков. Вы качаете ее на 6, 8, 12 звезд максимально. И не забудьте открывать все навыки, они открываются за синие детальки. Это вот гораздо облегчает задачу, так как они стоят дешево в магазине. Покупайте их и вот качайте. Видите, что она делает? Она как бы снижает входящий урон, вот скажем так, на ваш флагман. Она как бы герой поддержки, очень хороший герой поддержки и была бы она у меня с 50 уровня. Без вопросов я бы сейчас на флагман поставил ее. В комбинации, знаете, с кем с русалкой, которую мне открыли, вот можете видеть 30 уровня пока что. Я сейчас просто уже качну сразу его максимальный уровень и опыт. Но опыт я только что качал другого героя, потом попозже. И вот этот навык. До 50 уровня качаем. Комбинация какая? Она стоит, потом Ахаб и русалка. Все, ваш корабль будет вообще, если хороший звездный уровень этих героев, ваш корабль очень сложно вынести будет. Еще другой герой, который фиолетовый, этот мадам фиолетовая, ставьте на корабль, который больше всего атаки дает вам, он будет лечиться сам тоже дополнительно и будет, ну, выносливость, выживаемость у него будет выше. Вот так вот происходит, видите, то есть они пытаются что делать? Наш бастион отбить, он с 7 уровня, кстати, его сложнее взять, то есть у него и хп больше. И здесь очень важно своевременно отправляться в порт, выполнять запас моряков и возвращаться, ставить быстренько корабль в гарнизон. Тогда они рано или поздно сдадутся. Но обращайте внимание, вот видите, 4400 моряков. Это количество, если не пополнять в портах, а просто вот отплывая от гарнизона, оно будет быстро заканчиваться. В итоге вы не сможете собрать команду вообще, не сможете ничего сделать. И в исполнении команды будет стоить неподъемные тысячи алмазов. То есть вначале это вопрос, вначале это хороший приток, как идет там от кухни и так далее, а потом уже только от первичного захвата или там затоп позиций на арене. Но и на самой арене вам нужно здесь на обновление попыток тоже много утратить их. Вот на втором моем аккаунте у меня было 12 тысяч, а теперь уже за две недели стало 6 тысяч. То есть вот так вот тратится на обновление, на магазин, на Форт Барона, который приплывает там, ресурсы там очень по хорошим ценам. Поэтому вот старайтесь, пожалуйста, если вы там лидер Альянса или R4, не актив отсеивать, чтобы понимать, сколько вообще нормально. Не держать мертвый груз, не кинуться там за топом в рейтинге, а, например, вот смотреть, кто участвует в захватах. То есть, например, такой совет. Пишите в чат. Товарищи, там, встаньте на эту точку и указывайте координаты. Потом смотрите, кто встал на точку, делаете скриншот и, соответственно, так каждый раз проверяете, кто вообще участвует. Как правило, это одни и те же люди. Они как-то сквозь работу находят время на игру, как бы видно их подход. Вот. Другие здесь прикрываются работой, там, личной жизнью. И как бы, понятное дело, что такие вот, таких людей нужно страниц в Альянсе. У меня просто вот во всех играх это максимально, если Альянс есть, там 40 человек, они все 40 участвуют. То есть, какой-то там пассив мы не держим. Здесь посмотрим, что будет. Я не исключаю, что вот конкретно на этом аккаунте будет слияние с другими Альянсами, когда мы перейдем в другое море. У нас есть мощный союзник, там, из России. Донаты, реально донаты. Ребята, кто... Ну, и они в игре шарят. То есть, у них там дискорд есть, там, с хорошей дисциплиной в этом дискорд. Своя. Ну, ребята, это уже про другое. А вот перед вами второй аккаунт, где у меня герои все не донатны. Видите? То есть, здесь вот очень выделяется. Я еще сюда опоздал. Телепортировался уже, когда здесь был урон где-то 10 тысяч от других врагов. А в топ-1 урон был уже вообще там 12 тысяч. И вот в топ-3 вырвался. Так что, такой простой пример, как можно прокачать снаряжение. Я сейчас даже, возможно, и в топ-2 вырвусь. Обратите внимание. Сейчас чуть-чуть подкачаю героев. Те, которые здесь стоят. Вот, я обошел. Видите? Топ-2. Все, ребят. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите вопросы, делитесь видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok